Характеризуется органами полиции положительным, компрометирующим материалом не располагает. По медицине признан годным городской областной комиссии. 20-летний Байдалат Урикажа по решению городской областной комиссии признан годным к службе в армии. Причем в отличие от остальных призывников, служить ему предстоит в самом почетном воинском формировании республики, в службе государственной охраны или бывшей президентской гвардии. Об этом признается парень, он мечтал с самого детства, а потому с радостью готов в числе первых новобранцев приступить к воинской службе. Мне сказали, что меня сначала отправят обучаться в Алма-Ате, а уже после направят в Астану. Конечно, я сегодня очень волнуюсь, но готов побороть себе все страхи и волнения, ведь у меня появилась возможность реализовать свою детскую мечту. Тем более, что я уверен, что каждый юноша должен постоять за свою родину. Темиртаусцы, которые попадают в этот осенний призыв, будут распределены между сухопутными войсками, службой государственной охраны и пограничными войсками. Охранять государственную границу предстоит и темиртаусцу Вакилю Валитову. Юноша, активно занимающийся каратэ, такому распределению рад, ведь в дальнейшем в свою будущую профессию он планирует связать именно с военной службой. Всем желаю победить внутри страха. Я думаю, в армию надо каждому сходить. Если родился мужчина, в армию надо сходить обязательно. Нам выпала честь служить в погранвойсках. Это большая честь. Мы уже комитет национальной безопасности охраняем границу, защищаем родину. Я думаю, каждому мужчине надо защищать родину. Работы по призыву в темиртаусском военкомате начались еще летом. Заседание мандатной комиссии для ребят, подлежащих призыву, считается последним этапом перед отправкой в часть. До сегодняшнего дня все эти новобранцы прошли жесткий предварительный отбор. Их проверили на наличие судимости и каких-либо заболеваний. В результате из порядка 4 тысяч человек полностью соответствовать всем требованиям призывной комиссии в лучшем случае удается лишь единицам. В настоящее время через областной комиссариат проводилось более 50 человек. Из них у нас 39 человек годными прошли комиссию. Получается, где-то порядка 90% прошли предварительную комиссию. Это хороший показатель, что здоровые ребята, которые предъявляют жалобы, даже прошедшие, мы дополнительно направляем на обследование, которые по каким-то причинам нет. Нам недопустимо направлять вооруженные силы, заведомо больных, или же которые по состоянию здоровья негодные. В общем, от Тимиртау в этот осенний призыв на срочную службу в армию отправится порядка 100 человек. Первые новобранцы пополнят ряды вооруженных сил республики уже 1 октября. Последним днем осенней призывной комиссии считается 30 декабря. Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.